День дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, что является основанием для отмены приговоров кассационной инстанции. И сегодня мы рассмотрим дело, которое рассматривал Кассационный суд общей юрисдикции, первый Кассационный суд общей юрисдикции, который находится в Саратове. В том числе Московская область и еще несколько регионов охватываются его подсудностью по кассационному рассмотрению кассационных жалоб в кассационном порядке, пересмотру апелляционных определений и так далее. Ну и конечно решений судов первой инстанции, естественно. И вот, как указал суд по одному из дел, номер 77-566 от 21 года, был отменен приговор в связи с тем, что в описательно-мотивировочной части приговора не содержится описание преступных деяний. А именно, отсутствует указание на дату и время совершения преступления. Вот это, дорогие друзья, это, конечно же, существеннейшее нарушение уголовно-процессуального закона и, естественно, оно повлекло за собой отмену приговора. Как гласит уголовно-процессуальный закон, время, место, способ совершения преступления подлежат обязательному установлению в ходе следствия, в ходе судебного рассмотрения. И в ходе дознания, в том числе, и в ходе, конечно же, судебного рассмотрения уголовного дела. И установление и описание преступного деяния без этих важнейших элементов, даты и времени, конечно же, оно является незаконным. При этом, вот как юрист-практик, да, и занимаясь подобными вопросами, и расследуя и уголовные дела, и поддерживая обвинения, конечно же, практика исходит из того, что, ну, об этом вот сейчас занимаюсь юридической практикой, да, мне всегда проще общаться с защитниками, с адвокатами, у которых есть определенный опыт правоохранительной деятельности за плечами. И мне это тоже дало определенные познания, да, я знаю, как на практике и расследуются дела, и через свои руки много дел пропустил. Но на практике случается, когда невозможно установить в ходе расследования время, место, способ совершения преступления. До часов, до минут, там, и до конкретного, там, дня, да. Поэтому на практике указывается, что в период времени с такого по такое было совершено. То есть хотя бы приблизительно должно быть указано время и дата. Если это невозможно по объективным причинам установить. Но не указание времени и даты, это, конечно же, ну, дорогие друзья, здесь касационный суд поставил точку в этом вопросе и прямо сказал, не установили обстоятельства. Все, такое решение подлежит отмене. Устанавливайте, будьте добры. Средств доказывания в уголовном процессе для этого масса. При этом, дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы по уголовно-правовой тематике, гражданской правовой тематике, пишите, звоните. Реквизиты все в описании к видео. И, конечно же, если есть необходимость подготовки порциональных документов, консультаций, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Удачи вам в ваших делах. Счастливо. Продолжение следует...